Немецкий экономист и политический деятель Карл Маркс в особом представлении не нуждается. Он был одним из главных мыслителей, повлиявших на философию всего XX века. Его эпохальный труд «Капитал» стал главной книгой для многих поколений революционеров. Еще совсем недавно миллиона людей именовали себя марксистами. До сих пор у нас он ассоциируется с каноничным образом бородатого серьезного ученого-трудоголика, посвятившего свою жизнь большой экономической науке. Между тем, основателю теории научного коммунизма ничто человеческое было не чуждо. Он спускал одно состояние за другим, увлекался служанками и жил за счет друзей и родственников. А под конец жизни Маркс и вовсе сбырил бороду. Карл Маркс, внук Равина и потомок нескольких поколений ученых-талмудистов, был далек от еврейской культуры и традиций. Его крестил отец после того, как сам принял протестантизм для устранения препятствий в юридической деятельности. Генрих Маркс занимал должность адвоката при высшем апелляционном суде города Трир и пользовался большим авторитетом. Впрочем, это не отразилось на сыне, который ни во что не ставил собственного отца. В юности Карл был гулякой, кутилой и дручуном. Он участвовал в массовых потасовках, бил уличные фонари. Только проникновенное письмо отца Генриха Маркса, адресованное судье, спасло его от тюрьмы. Поступив в Бондский университет осенью 1835 года, Карл отстранился от семьи. Несмотря на просьбы заболевшего отца, он отказался навестить его весной 1938 года. Генрих Маркс умер, а сын так и не сподобился приехать на похороны. В 1843 году Карл женился на подруге детства баронессе Женне фон Вестфаллен. Он не особенно обременял себя мыслями о заработках, несмотря на то, что у него один за другим рождались дети. Изгнанный из Франции, Брюсселя и Германии, Маркс с семейством наконец осел в Англии. Весной 1850 года их за долги выгнали из помещения, где они остановились. Эпопея с переездами завершилась лишь в декабре, когда семья поселилась в двухкомнатной квартире без ванной и клозета. Чтобы оторваться от мрачных будней, Маркс частенько гостил у благополучного Фридриха Энгельса в Манчестере. Между тем, жена писала ему, «Я здесь сижу без крова и хлеба. Сижу и почти все глаза выплакала и не найду помощи. У меня голова не выдерживает. Я восемь дней крепилась, теперь не могу». На что Карл отвечал, «Раз уж ты, моя бедная чертушка, жалуешься на суровые будни, то справедливо будет заметить, что я, по крайней мере, в идеале мучаюсь. Впрочем, я знаю, что ты наделена бесконечной стойкостью и малейший приятный пустячок вернет тебя к жизни. Надеюсь, на этой неделе или самое позднее, до понедельника, ты получишь еще пять фунтов». Постепенно у Маркса сформировался настоящий талант добывания денег у окружающих. Он занимал их у всех подряд, не возвращая. В крайнем случае он просил помощи у кого-нибудь из состоятельных родственников, например, у богатого голландского дяди Филиппа. Кстати, компания Филиппа Маркса процветает до сих пор. Это известная компания Филиппс. Но главным спонсором Карла был, конечно, Энгельс, который управлял в Манчестере фабрикой Эрман и Энгельс и постоянно высылал другу английские фунты. В каждом третьем письме к Фридриху Маркс просил денег. При этом сам Карл получал лишь гонорары, подписывая статьи для американских и европейских газет. Исключение – его должность редактора в Рейнской газете, в которой он пребывал несколько месяцев и работал в Новой Рейнской газете в течение года. Даже его попытка устроиться клерком на железную дорогу потерпела фиаско. Ему было отказано из-за плохого почерка. Но вот удача улыбнулась Карлу. В 1856 году в течение года Марксы получили сразу три наследства от скончавшихся родственников. Наконец, у семьи появились деньги. Но в руках Карла они и стаяли, как снег. Понятно удивление Энгельса, когда он прочел письмо Маркса от 20 января 1957 года. «Я полностью на мели». Фридрих недоумевал. «Твое письмо для меня, как удар грома среди ясного неба. Я-то думал, что все, наконец, в радужном свете. Ты живешь в приличной квартире. А теперь выясняется, что все под вопросом». В мае 1964 года Марксом завещает крупную сумму их друг Вильгельм Вольф. Однако уже через год Карл просит Энгельса срочно выслать ему денег, утверждая, что ему легче было бы отрубить большой палец руки, чем писать это письмо о помощи. 5 августа он получает 50 фунтов, а через две недели Карл снова в просителях. В год Маркс, по собственным признаниям, тратит 500 фунтов. При этом жене он выдает на хозяйство мизерную часть, например, 5 фунтов стерлингов из 60. Наконец, в ноябре 1968 года 50-летний Маркс получает постоянное жалование. Ежемесячную, весьма неплохую стипендию в 35 фунтов назначает все тот же Фридрих Энгельс. Эта сумма в конце 19 века соответствует примерно 2250 долларов в 1990-х годах. А на что же тратил деньги Карл Маркс? Все объясняется довольно просто. Идеолог равенства и братства имел замашки эпикурейца. Он не мог вообразить своего существования без личного секретаря, отдыха на респектабельных курортах. К тому же Маркс регулярно играл на бирже, занимался денежными спекуляциями. Но вот незадача, в большинстве своем оставался в дураках. В отличие от своих преуспевавших родственников, он был плохим предпринимателем. Именно биржевые махинации поглотили большую часть средств, полученных от Вольфа. Кто-то из современников Маркса как-то заметил. Лучше бы он создал настоящий капитал, чем бесконечно его описывать в книгах. Между тем, друзья, обвиняя Маркса в расточительности, тем не менее не переставали сужать его деньгами. Гений нуждался в поддержке. У него такая сложная атмосфера в доме, неустроенность, постоянное недомогание жены и детей. Все это мешает ему работать. А он, по признанию многих, идеальный семьянин. Однако, как показывают факты, образ идеального семьянина сложился благодаря стараниям самого Карла. Друзья Маркса в один голос называют его жену благородной женщиной. Нормы морали для нее неприкосновенны. Немецкий революционер Стефан Борн вспоминает, что в вопросах чести и чистоты эта благородная дама была несговорчива. Да Карл для всех и сам записной моралист. В его письмах следуют одна за другой жалобы, мол, жена болеет, а то он бы с удовольствием уехал из Англии, если бы не проблемы дома и т.д. Лишь другу Энгельсу Карл доверялся, что дома всегда все в осадном положении. И ручьи слез бесят его ночи напролет. Из своих многочисленных поездок он больше всего страшился возвращением в Лондон, где снова семейный скулеж, конфликты, травля, вместо того, чтобы, будучи свежим и отдохнувшим, в непринужденном настроении взяться за работу. «Для человека высоких устремлений нет большей дурости, чем жениться», – писал он Фридриху. Будущему зятю Полю Лафарго он также написал довольно откровенные строки. «Если бы я начал жизнь сначала, я никогда не женился бы. Пока это в моих силах, я хотел бы оградить своих дочерей от тех скала, которые разбилась жизнь их матери». Между тем, пока в глазах других он предан своей жене, в его доме происходят одна за другой темные истории. Служанка Маркса Хелен Демот забеременела и родила Карлу сына. Тут же примчался в Лондон Энгельс и быстро взял ответственность об опеке на себя. Ребенка отдали приемным родителям, а Энгельс выплачивал алименты. Через несколько лет в 1962 году неожиданно умирает служанка Марианна, как утверждают многие историки, от неудачного аборта. Жена Маркса при этом страдает, худеет и кашляет. Тем временем творческая энергия Маркса иссякает. К 1963 году первый том «Капитала» уже написан, остается лишь его отредактировать. На это уходят еще четыре года. Второй и третий тома «Капитала», как известно, собраны в основном Энгельсом, получившим в свое распоряжение лишь сплошные наброски, за исключением примерно двух глав. «Рукопись, которую только я мог прочитать, и то с трудом», напишет позднее Энгельс. Несмотря на это, Карл исправно получает жалования и живет в свое удовольствие. Хотя и с проблемами со здоровьем. Последний год перед смертью он посещает один курорт за другим. Алжир, Аржанте, ВВ, Вентор, Лозанна, Монте-Карло, Энгиен, Южный берег Англии. 28 апреля 1982 года, путешествуя по Алжиру, Карл написал Энгельсу, что пришел к парикмахеру и попросил обрить себя. Через два месяца он возвращается в Англию. За год до этого Карл потерял жену, и тут судьба наносит еще один удар. В возрасте 38 лет умирает от рака его старшая, последняя дочь. Это заставляет Маркс окончательно утратить волю к жизни. Продержался он еще два месяца. В январе 83-го Карл Маркс заболел баронхитом, повлекшим за собой ряд осложнений. Скончался он 14 марта. На Хайгетском кладбище в Лондоне его хоронили всего 11 человек. Несмотря на то, что Маркс умер практически нищим и несчастным человеком, его популистские теории и идеи оказали огромное влияние на ход мировой истории и стали основой для многочисленных социальных экспериментов по всему миру. Однако время показало, что учение оказалось несостоятельным. Обещанного неизбежного коммунизма так и не наступило. Наоборот, со временем его теории о социальной справедливости, как ни странно, стали прочно ассоциироваться с кровавыми тоталитарными режимами и политическим террором, приведшим к гибели миллионов людей.